Всем привет! И сегодня мы продолжаем проходить Heaven's Gate. Давайте приступим. Мы ждем начала следующего урока. Генриетта сидит рядом со мной на подоконнике, едва ли не засыпая с учебником по химии в руках. Я так устала от социальных сетей. Так много разговоров, но никто не говорит о вещах, что на самом деле важны. И мне тошно от того, что я этому содействую. Генриетта зевает и потягивается, а затем хватает меня за нос. О чем, по-двоему, тогда люди должны говорить, гений? И кто-то такой, чтобы решать, что важно, а что нет. Захлопнись. Я знаю. Просто говорю то, что чувствую. И чувствую я себя уставшим. В таком случае твои претензии бессмысленны. Это как ожидать, что подростковая мелодрама будет иметь глубокий смысл. Хочешь чего-то умного? Прочти книгу. Или иди поговори с Феннелом. Он словно комбинация терапевта и святоши. Неудивительно, что тебе это нравится. Вот взяла я опошелила его. Он будто бог. Человек. Ты так говоришь просто потому, что он ценит твою точку зрения. Ладно, твоя правда. Все же я не понимаю. Что в нем такого хорошего? Не восхваляешь ли ты его просто потому, что он вежливый? У него хватает простого человеческого приличия, дабы быть добрым к другим. Он трудолюбивый, надежный. После разговора с ним я всегда чувствую, будто вознесся на новый уровень человеческого самосознания. А также он уважает концепцию личного пространства. Да, мы в прошлой серии заметили. В отличие от некоторых. Ты закончил уже? Да ты просто завидуешь. Иди, Тейлер. Видишь? Никакого человеческого приличия. Винсент бы сказал, не могли бы его, пожалуйста, отвалить. Смысл-то один и тот же. Вполне может быть. Мне интересно, он вообще когда-нибудь злился на кого-то? У него просто хороший самоконтроль. Я потеряла свой, пока пыталась доказать другим, что ее нет тряпка, об которой можно вытирать ноги. По крайней мере, она осознает свое поведение. Грубая Анри – это лучшая Анри. Вообще, любая Анри хороша. Но я все же не могу сказать тебе и не думать об этом. Но ты мне нравишься такой, как есть. Ясно. Вещи. Винсент приходит ко мне для работы над школьным проектом. Я провожу его в свою комнату, все еще не снимая резиновых перчаток. Эйлер, ты выглядишь довольным собой. Ну, конечно. Уборка закончена. Одежда поглажена. Я могу спокойно заняться школьными делами. Хорошо. Похоже, ты особенно скрупулезен в том, что касается организации. Я просто не могу сконцентрироваться, когда что-то не на своем месте. Я начинаю думать о единственном листе бумаги, что валяется не там, где нужно, вместо того, чтобы делать что-то полезное. Эх, но это еще не самое худшее. Должно быть тяжело тебе. Мое рабочее место не так хорошо организовано, если сравнивать. Вообще, у меня не так уж и много личных вещей. Не любишь накапливать барахлом? И это тоже. И, возможно, я не особо сентиментальный. На мгновение я задумываюсь, является ли это единственной причиной. Но решаю не продолжать. Давайте-ка сменим тему. Помнишь, когда нам нравилось собирать наклейки и прочее? Да, все были помешаны на обменах друг с другом. У меня все еще осталась моя коллекция. Я также не могу заставить себя выбросить своих кошек-игрушек. Оооо. Котики, это миленько. Это немного неловко. Почему? Ты должна быть сильно их любишь. Иметь любимые вещи не делает тебя инфантильным. Ну, да, когда ты так это преподносишь. А что насчет тебя? Разве у тебя не было любимых вещей в детстве? А, нет. Я покупал только популярные вещи, вне зависимости от того, нравились они мне или нет. Ооо, понятно. А потом? А потом я их выкидывал, как только они становились бесполезными. В этот самый момент взгляд Винсента выглядел пустым. Его лицо не отражало никаких эмоций, хоть он и улыбался, что казалось ужасно не к месту. На секунду показалось, будто мы говорили не о левых наклейках с дегимонами, а о чем-то совершенно другом. Что же, эм, да, ясно. У тебя нет интереса к материальным пожиткам. Это достойно похвалы. Винсон задумывается на мгновение, потом отвечает. Да, должно быть что-то так. Его слова звучат пустыми. Неопределенность. Солнце скоро взойдет. Генри спит на мешке кресла с геймпадом в руках. А кто такой Генри? Анри, как обычно, зашла позависать на выходные. Иногда она берет с собой своего брата, а это ее брат, с которым она неохотно нянчится. Мы играем в видеоигры и едим вредную еду. Когда Анри не в школьном окружении, она гораздо более спокойна и меньше нервничает. Даже ее голос звучит тише обычного. Блин, твой брат хороший в ритм-играх. Ага. Пользуйся его навыками сколько угодно, если понадобится набить полное комбо. Он только на это и годится. Не слишком ли это строга к нему? По делам ему этой ленивой задницы. Ты видел его оценки? Он будто бы поставил для себя цель стать худшим учеником года. Может, его мозг просто работает не так, как у остальных? Да, это тоже. Но по большей части он просто хочет играть в морд-рпг весь день. Я хочу помочь ему, но я также хочу отдохнуть от всего этого дерьма. Я устала работать на временных работах, чтобы помочь родителям поддерживать их стиль жизни. Знаешь, сколько стоят консольные игры? Добавь к этому ежемесячную подписку в ММО, игровые автоматы и мерчендайз, и ты получишь мою месячную зарплату. Твои родители не обязаны все это покупать, знаешь ли? Генри говорит, что они мотивируют его, если перестанут, он откажется выходить из комнаты. Мдаааа. Андрей смотрит на потолок, обдумывая что-то. Эйлер, я тут подумала. Да. Разве на самом деле мы не встречаемся? Что? Андрей начинает читать на пальцах. Смотри. Пятый раз я остаюсь у тебя. Ты водишь меня в хорошее кафе и носишь мои сумки, когда я закупаюсь. Ты даже присматриваешь за братом, когда я занята. Это лицо у Чарльза. Разве все эти вещи не то, что сделала бы любой порядочный человек, мисс Ворхол? Я не понимаю, что ты хочешь сказать. Разве это не ты, кто постоянно такая... А, хотела бы я, чтобы кто-то назвал меня принцессой и пригласил на милое свидание. Мы бы купили одинаковую одежду и обнимались бы на диванчике. Анджи толкает меня своим локтём. С усилием. Да, тебе далеко до этого. Пожалуйста, никогда больше не используй этот писклявый голос, чтобы изображать меня. Всё же, как мы должны называть это? А этому нужно давать название? Если ты о том, чтобы стать владениями друг друга, то я против. Ни один человек не принадлежит никому другому. И всё равно почему-то некоторые думают, что бессмысленные последовательности букв могут привязать людей к ним. Разве это не естественно? Желать чего-то, чтобы ты мог называть своим? Для меня это звучит как-то неправильно. Это означало бы, что мы относимся к другим как к предметам потребления. Что, в свою очередь, способствует мышлению, свойственному для капиталистического общества. Ах, ты просто не мог не приплести сюда свою бессмысленную философию. Говори нормальным человеческим языком. Извини. Я просто пока не знаю. Анри вздыхает. Что ж, я тоже. Погоди, дай мне кое-что попробовать. Анри наклоняется и целует меня. Ну что? Как оно? Это должна быть та удивительная вещь, кульминационный момент, которому ведет каждая история. Это не чувствовалось как что-то особенное. А что, если бы это было с кем-то другим? Думаю, было бы то же самое. Ты же знаешь, я не очень комфортно себя чувствую насчет физического контакта. Со мной все же что-то не так, правда ведь? Сейчас как врежу? Не ты ли тот, кто задвигает тирады про то, как все испытывают эту жизнь по-разному? Просто потому, что я чего-то не понимаю, не значит, что это твоя вина. Извини, у меня просто чувство, будто я постоянно подвожу людей. Тогда найди себе такого же человека, как и ты. Или перестань волноваться об этом. Ты только посмотри на Феннелла. Ботушкам комфортно в компании с самим собой. Тут другое. Винсент всегда окружен людьми. Он стал отстраняться только с недавних пор. Я говорила с ним всего пару раз. Было такое чувство, что он вообще не присутствует при разговоре. Он совершенно не слушает, что ты говоришь. Так что мой вывод прост. Он полон дерьма. Хороший вывод. Но, по крайней мере, ему от этого ни жарко, ни холодно. Может, ему просто скучно рядом с тобой? Может. Но он ведет себя так со всеми. А ты плохо умеешь читать людей. Уверена. Феннелл из тех людей, кто населил бы планету своими клонами, да был бы рад. Ага, откуда ты это берешь? Если бы я клонировал себя и разделил свою сущность на части, все закончилось бы массовым суицидом. Ах, теперь и ты говоришь не суразицу. В любом случае, я думаю, это глупо лепить из себя того, кем ты не являешься. Даже если бы ты делал все, что свойственно романтическому партнеру, это бессмысленно, если тебе это не прочувствовать. Прости. Ну вот, опять ты начинаешь. Может, лучше говорить другим спасибо? Не думаешь? Хорошая идея. Ты права. Спасибо, Анри. Паралич. Я просыпаюсь за головной болью и плетусь в ванную чистить зубы. Я смотрю в зеркало и замечаю, что моргаю только одним глазом. Странно. Ну, пофиг. Уроки шли, как обычно, пока я не начал чувствовать сильную усталость к пятому занятию. Что-то не так. Я позвонил матери. Она всегда знает, что делать. Похоже, у вашего сына наблюдается лицевой паралич. Восстановление может занять около месяца. Отлично. Из всех редких болезней мое тело решило получить именно эту. Пропускать месяц в школу перед экзаменами звучало как худший поворот событий. Я всего-то не чувствую половины лица, а все тело будто онемело. У меня с трудом получалось фокусироваться на экране телефона, пока я писал сообщение о Андре, которое было достаточно любопытно, чтобы расследовать мое внезапное исчезновение из класса. Сообщение от Андре. Ты как? Госпитализирован с лицевым параличом. Что за хуйня? Что за хуйня? Это точно. Один из моих глаз не может моргать, а рот откривляется в застывшей гримасе. К счастью, никто не придет меня навещать. Я закрываю свои глаза, один из них вручную, и искренне надеюсь, что онемение пройдет к утру. Оно не проходит. Больничная еда безвкусная. Впрочем, это не важно, поскольку меня сегодня выписывают. Никто не остается в больнице больше, чем на два дня, только если он не смертельно ранен. Мать попросила своих знакомых подвезти меня домой. Что последовало за этим, так это две недели принятия таблеток и 24-часовой сон. И еще две недели смотрения в потолок, потому что мой мозг не мог сконцентрироваться ни на чем больше. Генринета приходила навестить тебя, пока ты спал. Она принесла распечатки со школы. Спасибо ей. Среди вещей, что принесла Анри, я нахожу тетрадь с именем Винсента на ней. Надеюсь, ты найдешь те записи полезными. Поправляйся скорее. Написано внутри. Я сгораю от стыда. Я стал обузой для них обоих. Я старался прогнать чувства и почувствовать благодарность, но в итоге был задушен чувством вины. Я должен все наверстать. Стать лучше. Более способным. Если я не буду впереди других, то грош мне цена. Я должен поблагодарить людей, которым на меня не наплевать. Когда я наконец смог выйти наружу после казалось бы целой вечности, а дуванчики уже были в цвету. Забота. Винсент в последнее время постоянно погружен в свою записную книжку. Он определенно что-то пишет, но я никогда не подсматриваю. Думаю, есть два пути того, как можно подходить к писательству. Быть единственным, у кого власть, или отдать ее своим читателям. Ты можешь создать произведение столь безупречным и законченным, что твой читатель просто онемеет от благоговения. Или сделать, как казалось бы, незаконченную работу с своими недостатками, побуждая читателя приходить к лучшим, более интересным идеям. Какой путь ты бы предпочел? А играть в бога или строить из себя дурака? Воистину сложный выбор. Ну как? Последнее звучит как меньше давящее, так что выберу его. Таким образом, каждый читатель может стать творцом вместе с автором, даже если их будут забавлять мои издержки. Понятно. Помимо этого, если что-то можно описать как идеальное, ты сможешь сделать только его копии, без создания чего-то нового. Не звучит как творческий подход по мне так. Хватит обо мне. Что бы выбрал ты? Я? Ну а как ты думаешь? Я думаю, что ты хочешь оставить это риторическим вопросом. Как у тебя дела с оценками, кстати? Ну, похоже, что я буду одним из немногих людей, кого пригласят на церемонию награждения. Ого, ты удивляешь. Не то, чтобы у меня был выбор. Как думаешь, сможешь выпуститься с отличием? Не, я точно завалил химию и математику. У меня заняло немало времени, чтобы прийти к осознанию факта, что я не такой уж и умный. Хорошо, если бы я не рос с мыслями, будто хорошие оценки в учёбе обеспечат мне светлое будущее. Или вообще хоть что-нибудь. Прямо сейчас я просто хочу проспать всю свою жизнь. Вот, поддерживаю. Отличное желание. Ха-ха. Кстати. Как твоя мама себя чувствует? Она в порядке, на удивление. Я также всячески ей помогаю. Даже если это означает работу за кассой. Я не сомневаюсь. Раньше она гораздо больше злилась. Но всё же никогда не поднимала на меня руку. Всегда доставалось чему-нибудь другому. Посуде, одежде, книгам. Единственная вещь, о которой я жалею, это то, что я, будучи ребёнком, хотел забавить её агрессивный настрой и сказал, что покончу с собой. Это было очень эгоистично с моей стороны. Ты был всего лишь ребёнком. Ты не знал, как поступить лучше. И всё же это так странно. Из всех решений, мой четырёхлетний разом всегда выбирал суицид. Винсент дотрагивается до синекан в своей щеке с некоторой осознанностью. Полагаю, что я просто хотел вызвать у неё чувство вины, чтобы ей было не всё равно. Ясно. Значит, эта идея не чужда и для тебя тоже. Что ты имеешь в виду? Да ничего. Не волнуйся. Звучит подозрительно. Но пока ты не хочешь говорить об этом, я отвалю. Спасибо. Ненавижу, когда меня жалеют. Визит. Может, я не должна приходить без предупреждения? Это Чарльз. Он мне не будет возражать. Я просто верну эту книгу и пойду домой. На этом я предлагаю закончить на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok